Продолжение следует... Так при чем? Чего? Урна где? Да суть-то не в том, где урна. Вы чем отличаетесь от этих теток, которые там... Чего вас отличает? Никто. Ага. Ну она тоже вот курит. Видите, с сигаретой бегает. Гляньте, сейчас к вам придет подкуривать. Вот чем вы от нее отличаетесь-то? Иди сюда. Иди писать. Ну я не знаю, я наоборот подошла. Я не знаю. Кстати, у милиционера они вообще не сочетают. Как вас зовут? Вот, присадим. Форма классная, сама сидит. Форма сидит классно. Форма сидит на фигуре вообще. Как вас зовут, красавица? Ирина меня зовут. Очень приятно, Саша. Как? Веселянская. Веселянская фамилия веселая такая. Фамилия классная. Хорошенькая. Только курит. Завтра чтобы курить. Местами даже очень. Чего курите-то? Молоза большие. Вредно для здоровья, знаете? Знаете, вредная работа тоже. Работа вредная, так пусть вам молоко за вредность дают. Вы чего там способствуете? Вы подкурили сигарету, потом они там в общественном месте курят. Ну вообще у нас есть пункт правил, где можно курить. Здесь запрещено курить. Да, знаю. А где запрещено курить? Запрещено курить, вам перечислить все. Ну, здесь можно или нет? Да, здесь можно. Можно? Это на улице, да. Понятно. А вы в форме, там ни урны, ни пепельницы курите. Ну честно говоря, здесь было мало людей. Ну и что? А мы не люди, да? Вы не перейдите к населусь. По закону, как бы, там нету написано, в форме можно, в форме нельзя. Там просто есть места перечислены. А бухать можно в форме? Бухать? Ну что, курить можно, а бухать? Это разные вещи. Как разные вещи? Одно и то же. Это здоровью вредит, и алкоголь вредит здоровью. Это разные вещи. Ну вы бухаете? Нет. Как нет? Вы видите, я могу вам выкнуть, хотите? Я не бухая, я не пила. Как не пила? Я... В смысле? Он курить курила, а пила не пила. С утра выпил, целый день свободен. Че, нет? Можно с кем я общаюсь? Как вас зовут? Саша меня зовут. Приятная ночь. Я уже представлялся, спасибо. Мне тоже приятно. Ну так ладно, бухали сегодня? Нет. Поклянись. А где мне можно будет? А в ютубе будет там посмотреть, да? Не знаю, я и подумаю, выкладывать мне или нет. А вы после... Вы закончили эту школу милиции, да? Сейчас я смотрю девочки молодые. Это после школы милиции, да? Вот эта школа, бандурка, да? Нет. Я заканчивала у нее следующее, ну, бандурка тоже, которая бандурка. Ну, потому что была учебка. Ну, то есть по конкурсу все проходили, номер. Ирина. Да. Ну так как вы оцениваете ваш поступок? Покурили? Хорошо или плохо? Причем тут жалко? Это, конечно, в первую очередь вы девушка. Но вы же полицейский. Но закон я не нашла. А пример какой вы подавали? Кому? Как кому, окружающим? А здесь никого не было. А пуговицы, кстати, вот, должны быть все застегнуты или не все? Ну, можно. Типа маленькое декольте. Маленькое декольте. Ну, а как это называется? Там декольте еще 10 сантиметров, я извиняюсь, конечно. Да? Ну, девушка, которая... А, кстати, можно нескромный вопрос, Ирина? Законсультирую, да. Белье, как бы, ну, тоже выдает форму, входит или нет? Нет. То есть, любой одевается? Ну, чего вы смеетесь? Нормальный вопрос, но обычный житейский. Мой вопрос, свое личное белье одеваю. Я понял, отлично. Отлично. Это шикарно. В те форма вам идет, точно. Да. Было бы на хорошем качестве. Если бы вы еще не курили... А что же он так не дает отталок? Что вы принимать их будете или чего с ними делать? Ну, вообще, как бы, вы видели, как мы сюда приехали. Да вы мимо проезжали, я видел. Мы вообще проезжали, мы даже... Я даже без головного убора убежала, а он... Ах! Вы без головного убора? Да, к сожалению. А мой напарник убежал с машиной, ну, маш... Ой, с ключами от машины, они пошли искать справку. Какую? Данного молодого человека, который тут на девушку бросался. С ножом или с чем-то бросался. Да ладно, закон он нарушил какой-то? Машину сюда вот сигнализировала. Закон нарушил какой-то молодой человек, этот которого... Ну, если девушки будут что-то заявлять, но хотя они находят в таком состоянии... Кстати, а мне интересна статистика, вот ее в ВКонтакте часто... Ну, еще что я снимаю? Ну, мне как бы немножко неудобно. Не скромно. Ну, мы нормально общаемся. Не, абсолютно нормально, просто вот камера. Вы боитесь меня? Нет. ВКонтакте часто выкладывают... Или вы думаете, что вы с будущим требовались? Нет. ВКонтакте часто выкладывают ДТП вот с вашими Prius'ами. Сколько, кстати, по Харькову? Знаете, статистику уже бахнулось? Ну, очень много. Много? А с чем связано это? Как считаете? Ой, связано с тем, что иногда патрульные сами что-то нарушают. Угу. И нарушают так, что бывают... Как, Господи, про Близкова не всегда все в Плюшину. Ну, то есть, есть красный, что Близкова некоторым что-то на нас, допустим, не у нас. Ну, да. Вот. И иногда, получается, это когда включаешь сирену, помню, у нас так на Полтавском шляхе на Еле Зарова на переплеске в 6 утра там была за грабителем. Угу. Вот. Туда очень много там Пазела таксист нам передали, что там, ну, грабеж там таксист бежал, там, кипишная ситуация. И машина выехала резко, ну, про близкого у них работали, получается, синие только, даже красных не было. И сирена тоже у них работала. А таксист очень громко сделал музыку, не услышал. Соответственно, у них там столкновение получилось. Таксист виноват. Да. Был виноват таксист, как бы, там и таксисты подтрудили, там и объяснение писали. Вот. Бывает так, что действительно патрульный виноват. Ну, либо уснул на рабочем месте, но бывает... А еще какие бывают случаи, по которым новые Prius'ы в ДТП попадают? Так какие еще бывают причины, по которым сотрудники полиции в ДТП попадают? ПДД. ПДД. Либо с одной стороны нарушения, либо с другой стороны нарушения. А, понятно. Ну, а статистику можете приблизительную хотя бы стоять? 10 машин там за год или вот сколько уже полиции существует, кстати? Восьмой месяц. Восьмой месяц? Вот за 8 месяцев так можете на скидку хотя бы сказать статистику? Может, это около 30 я отсутствовала. 30 машин?